Сегодня в эфире национального телевидения состоялась прямая линия, в ходе которой члены рабочей группы при оперативном штабе по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции ответили на вопросы жителей республики. Руководит группой заместитель председателя кабинета министров Алла Салаева. Это уже вторая линия. Всего поступило более ста звонков. Все они были приняты и переданы в обработку для принятия решений. Если ранее введенные ограничения носили рекомендательный характер, то сейчас они обязательны для исполнения, подчеркнул вице-премьер. Большинство вопросов были на тему перемещения по городу, райцентрам, какие документы нужно иметь с собой для предъявления патрульным группам, будут ли привлекать к ответственности за выезд к родственникам, за которыми нужен уход и многие другие важные вопросы. Конечно, жителей волнует оперативная обстановка в регионе в связи с пандемией. У 19 человек подтверждена коронавирусная инфекция. То есть изо дня в день прибавляются случаи. Из этих 19 человек один человек выписан с выздоровлением. Дополнительно мы ожидаем буквально на днях подтверждение либо опровержение еще порядка у 16 граждан. Спустя несколько часов ситуация изменилась. Еще у 15 человек диагноз уже подтвержден. На прямой линии вопрос под оплатой медикам. Профильный министр уверил, все дополнительные средства дойдут до каждого. Но не надо забывать, что будет разделение по категориям. Дистанционное обучение на этой неделе давало сбои. Было много звонков и обращений. Планирую вместе с Министерством образования побыть тем учеником, который участвует в дистанционном обучении в рамках образовательного процесса и ситуацию максимально отстроить уже по факту. Малый бизнес несет потери. По этому поводу тоже было немало звонков. Индивидуальные предприниматели, например, владельцы парикмахерских и салонов красоты, рассчитывают на поддержку государства. Да, безусловно, данная отрасль сферы деятельности попала наиболее пострадавшей от коронавируса в связи с закрытием. И, соответственно, весь перечень, который сейчас принят по формам поддержки на федеральном уровне, и тот перечень поддержки, который будет доработан буквально в ближайшее время на региональном уровне, он будет распространяться на салоны красоты, парикмахерские, ну и иные предприятия этой сферы. Звонили из районов и других регионов страны. Например, из Москвы. Мужчина обратился с необычным вопросом к рабочей группе. Его пожилые родственники живут в селе Порецкое. Неожиданно остались без помощи. Ситуация очень важная. Спасибо, что вы позвонили. Безусловно, ехать не надо. Вам еще нужно сказать, как зовут вашу бабушку, для того, чтобы мы... Село Порецкое я записала. Да. Как зовут? Да, Куваева Анна Максимовна. Куваева Анна Максимовна. Я вам обещаю, что в ближайшее время, буквально в течение пару часов, и министр труда здесь, работники соцзащиты нам дадут обратную связь. Ну, кроме этого, и отстроим вопрос волонтеров. У нас эта система работает. Вы, в принципе, точку входа дали, сообщили. Не переживайте. Эту ситуацию я возьму под контроль. Как всегда, было много вопросов по социальным выплатам. Получение справки для перемещения по городу, оплате за вынужденные выходные. Регламентирующие документы по дополнительной поддержке вот-вот придут из Москвы. Справки дает только работодатель. Отправление в административный отпуска – нарушение. Делают ли в столице дезинфекцию? Обязательно. А если есть сбои, сообщайте. Что касается остановок, дезинфекции улиц и подъездов, это делается во всех городах. Вам надо сейчас сказать адрес непосредственно по Альгешево и Южному району, и мы, конечно, Алексею Олеговичу Ладокову доведем эту информацию и посмотрим индивидуально. Час эфира прошел очень быстро. На вопросы, которые не успели озвучить в эфире, ответы дадут заявителям лично. Прошу терпеливо реагировать на ужесточение мер, соблюдать, нести ответственность. И, конечно, наступило время помогать. Помогать друг другу, помогать близким, которые рядом находятся. Александр Соловьев, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика.